Ну вот в четверг я спала вот в этом халате, в пижаме, вот в этих, в двух парах носках, хлопок, еще вот такие толстенькие носочки у меня есть. Специально приобрела, дети у меня точно так же спят, в пижамах в толстых, под толстым одеялом, одна и вторая. Плюс у нас работает целый день вот такой большой-большой обогреватель. Он на... ну вот если его включить на полную мощность, да, более-менее тепло становится. Татьяна Пантюх вынуждена согреваться всем, чем только можно. Обогреватели, которые стоят в каждой комнате, женщина практически не выключает, иначе температура в квартире станет такой же, как и на улице. Проблемы с отоплением в этом доме случаются часто. В этот раз резко похолодало на прошлой неделе. По словам жильцов, тепло отключили 21 октября представители Тверской генерации. Нам никто ничего не объяснял, как бы стали выяснять сами проблему, так как я в идее этой квартиры всего лишь два года, выяснилось, что когда-то в моей или выше стоящей квартире была заморожена система, и ее переваривали, переварили ее неправильно. И был сделан слив в виде обратки в конденсационный люк. И вот эту обратку просто взяли, перекрыли, как бы, потому что получалось, что вода идет на сток, да, это незаконно. Между тем, в прошлом году люди уже сталкивались с проблемой отключения тепла. Решить ее обещали этим летом, однако в июле прежняя управляющая компания не смогла получить лицензию, а новые управленцы, а именно ООО «Горжилфонд» предложили жильцам разбираться самостоятельно. В пятницу нам обещали, что придет хотя бы слесарь, да, и посмотрит, что мы можем сделать. Никто к нам не дошел, мы нашли своего слесаря сантехника, он сделал обход, сказал, что ему еще раз надо посмотреть себе квартиру, вот в среду он придет и скажет точно, сколько будет стоить и что надо восстанавливать. Диалога с коммунальщиками пока не получается. Со слов жильцов, с ними не хотят общаться даже простые рабочие, не говоря уже о руководителях управляющей компании. При этом люди, терпящие бедствия, готовы взять на себя все расходы по устранению проблемы. Мы не отказываемся платить за то, что будет, как нам объяснили, так как это в наших квартирах, да, случилось, должны платить мы сами. Мы не отказываемся, но дайте нам человека, который это все организует, потому что я в этом ничего не понимаю, соседи тоже в этом не понимают. Но нам даже такого человека не предоставил ни управляющая компания, ни ЖКХ, никто. Пока погода за окнами милостива к жильцам этого дома. Но если столбик термометра опустится ниже нуля, то вся система теплоснабжения промерзнет, а трубы лопнут. Кто тогда будет отвечать, непонятно. Екатерина Карпова, Александр Вечер, Руслан Попов, РЕН-ТВ Пилот.